Продолжение следует... Я хочу сказать, что с моей точки зрения, как раз мы уже, вот Сергей Анатольевич говорил по поводу мостов, которые должны быть построены между большим инновационным блоком и реальными отраслями экономики. Говоря об опыте Советского Союза, я хочу сказать, что опыт был разным. Например, в той области, которую я хорошо знаю, строения, инновации внедрялись активно, и мы были конкурентно способны на мировом рынке как военной, так и гражданской авиационной техники. И надо сказать, что в области военной техники мы эти позиции сохранили и сегодня, и наша техника, с точки зрения своего такого инновационного потенциала, соответствует лучшим мировым образцам. Мы сегодня не уступаем, а в целом превосходим даже по качеству нашей авиационной техники, боевой авиационной техники, то, что производят наши американские коллеги. И в области гражданской авиации ситуация несколько другая, и она связана с тем, что, безусловно, у нас произошли резкие потери рынка гражданской авиации после развала Советского Союза. И, собственно, ушла в течение примерно 20 лет потребность в новых образцах авиационной техники, и мы как раз потеряли несколько позиций в этом направлении. Но сегодняшние проекты, которые мы реализуем, они как раз тоже строятся на базе новых инновационных подходов к композитной конструкции. Это и касается проекта МС-21, и сегодняшний проект с Китаем – это тоже пример такого объединения самых передовых технологий, которые сегодня есть у нас в стране, в мире, в Китае, в рамках нового проекта. Но, с моей точки зрения, безусловно, нам нужно большое количество тех механизмов, которые сегодня существуют, объединить на решение конкретных задач в области экономики. Не может быть инновационного развития в отрыве от развития экономики. И надо сказать, что явно мы сегодня видим, что все механизмы, которые сегодня существуют, недостаточно объединены на решение конечной задачи. И я в этом смысле считаю, что в значительной степени ответственность лежит и на науке, с одной стороны, так и на индустрии. Потому что индустрия должна ставить долгосрочные задачи, наука не может ответить на вопрос сегодня, здесь и сейчас. Если мы не готовимся, если мы не понимаем планы стратегического развития «Газпрома» и выходим со своими будущими проектами, которые будут конкурентно способны через 5-10 лет, если мы не понимаем планы развития других отраслей, а делаем это в условиях низкого уровня определенности, что с одной стороны правильно, а с другой стороны не объединяет нас. Безусловно, задача, которую ставит перед нами президент, радикального изменения ситуации, это задача, которая требует объединения усилий. Мы, если выходить из окружения, наверное, лучше выходить в одиночку, хотя, в общем, тоже есть дискуссия на эту тему, но наша задача сегодня не из окружения выходить, а наша задача сегодня добиться прорыва. Прорыва можно добиться только объединяя усилия. И в этом смысле я как раз считаю, что Томск очень хорошее место, и поэтому активно откликнулся на инициативы, которые проходили, потому что я как раз здесь считаю, что есть прямая связь тех проектов, которые сегодня ведут Томские университеты, с реальными задачами экономики. И вот эта тема, которую мы обсуждали вчера, есть большое количество разных инициатив и примеров, которые, с моей точки зрения, могли бы тиражироваться. Например, мы вчера обсуждали вопрос профессиональных траекторий, вопрос подготовки кадров. И Томск в этом смысле хорошая площадка, потому что она должна подготовить кадры не только для внутреннего регионального развития, потому что явно, что масштаб подготовки кадров в Томске, он выходит за рамки Томской области, как бы она готовит кадры для большого количества других регионов. И в этом смысле, значит, этот опыт должен как бы тиражироваться. Вот мы, например, вчера обсуждали групповое проектное образование, групповое проектное обучение. С моей точки зрения, очень правильные подходы. Мы должны готовить людей не только к тому, чтобы они изучали какую-то одну узкую тему, но чтобы они, объединяясь в группы, могли доводить эти результаты до внедрения. И здесь опыт в этом смысле очень положительный. И я считаю, что сегодняшние дискуссии, дискуссии, которые будут проходить в рамках того форума, который проходит здесь в Томске, они как раз, может быть, и позволят эти мостики наметить. Это не один большой мост, это кроме стратегической задачи, которую мы все, по-моему, понимаем одинаково, должно быть и большое количество конкретных направлений, деятельностей, таких вот инициатив, о которых я уже говорил, которые бы позволили объединить людей не на только создание какого-то отдельных заделов, а на внедрение этих заделов, чтобы, говоря о задаче образования, важно, чтобы индустрия не боялась новых подходов, потому что в значительной степени при прочих равных условиях мы всегда стремимся, к сожалению, может быть, не идти на новые решения, а модернизировать старые. И здесь уже, я думаю, что потенциал, который был у нас по модернизации существующих решений, исчерпан. И мы находимся на таком радикально новом этапе. Я, может быть, два слова скажу еще, что несколько недель назад проходил форум в Санкт-Петербурге, я тоже участвовал в одном из круглых столов, который как раз обсуждал тему вообще инновации, мы можем эволюционно двигаться или мы должны радикально поменять подходы. Надо сказать, что аудитория, которая собралась там, где-то больше 70% экспертов, которые участвовали в этой дискуссии, говорят о том, что мы должны радикально изменить ситуацию, что модель эволюционного развития исчерпала свои ресурсы. И в этом смысле мы эту тему обсуждаем здесь, и обсуждаем, как конкретно реализовать эти новые подходы. Продолжение следует...